Денис Реннер Денис Реннер Каждый день, каждый день ищу тебя, мой Бог Каждый день я ищу тебя, мой Бог Каждый день я ищу тебя, мой Бог Мое сердце лишь тебе поет И я жажду видеть лицо твое Скажи, я жажду тебя, мой Бог Я жажду тебя, мой Бог Каждый день, каждый день я ищу тебя, мой Бог Каждый день я ищу тебя, мой Бог Мое сердце лишь тебе поет Лишь тебе, лишь тебе, Иисус И я жажду видеть лицо твое Скажи, я жажду Я жажду прямо сейчас Я жажду тебя, мой Бог Я жажду тебя, мой Бог Скажи, скажи, скажи Я жажду тебя, мой Бог Я жажду тебя, мой Бог И я, как ты, ты, я, 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 я Моё сердце лишь к тебе твое, лишь к тебе, Иисус. И я жажду вид их лицо Твое, скажи каждой душой. Я жажду, я жажду, я жажду тебя, мой Бог. Я жажду тебя, мой Бог, только ты, Господь. Только ты, Господь, только ты, Господь. Только ты, Господь, мой царь и Бог. Только ты, Господь, 되고 ты. Только ты, только ты, только ты Только ты, Господь, только ты, Господь, мой царь и Бог Только ты, только ты, только ты, Господь, мой царь и Бог Только ты, Господь, только ты, Господь, мой царь и Бог Аллилуйя! Господь, ты наш Бог и наш царь! Аллилуйя! Возданьте, восстаньте, восстаньте аплодисменты! Возкликните, Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, ты достоин славы всей! Ты достоин! Прославляем Твое Святое Имя! Восхищаемся Тобой! Прими нашу хвалу! Потому что мы поклоняемся от всего своего сердца! Всем сердцем! Не важно, какой у тебя голос, Твое сердце поет для Господа! Аминь, 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 аминь! Вижу я вершины гор Посвожу я к ним свой взор Откуда придет помощь моя? Помощь моя! Помощь моя! Помощь моя! От Господа! Помощь моя! Помощь моя! Помощь моя! От Господа! Лишь от тебя моего Моя сила, моя крепость Лишь от тебя Всегда вовремя Всегда вовремя Ты не опаздываешь, Господь Твоя своевременная помощь в моей жизни всегда Именно с таким сердцем Именно с таким сердцем Я славлю тебя, мой Бог Помощь моя Помощь моя! Помощь моя! Бошь моя! Бошь моя! От Господа! Божь моя, от Тебя, мой Бог, от Тебя, мой Бог, от Господа. Божь моя, Божь моя, Божь моя, от Господа. Аллилуйя, Иисус! Божь моя, 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 Божь Он мой Господь, он защита моя 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 Он леп из колена и утина Он мой Господь, он защита моя Он леп из колена и утина Аллилуйя Слава, слава, слава Слава тебе, Господь Ты моя защита, скажи Господь, ты моя защита Ты моя крепость Ты мое упование Ты мое упование Мы к тебе Вас зовем Дух Святой Мы тебя так ждем Руки Ты к небу Возьми все Дух Святой Мы всем сердцем ждем Всем сердцем ждем Всем сердцем ждем наш Бог Дух Святой Дух Святой Сойди 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 Дух Святой Сойди Мы ждем Дух Святой Возьми меня в горы На твои просторы Где любовь течет, как река Ветра дуновенье Твое приказновенье И милость твоя велика Я хочу быть выше Там, где дух твой дышит Где присутствие твое Друг Дух во мне течет Любовь свою несет Перед твоим троном Я склонен Склоняясь перед тобой Мой Бог Мы к тебе Вас зовем Дух Святой Мы тебя так ждем Руки к небу Вознесем Дух Святой Мы всем сердцем Ждем Мы к тебе Вознесем Дух Святой Мы тебя Вознесем Дух Святой Мы всем сердцем Ждем Дух Святой Дух Святой Мы всем сердцем Вознесем Дух Святой 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 Бог, Бог, Царь, Царей, Миру свет, Иисус, Мессия. 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 Бог Богов, Царь, Царей, Миру и Свет, Иисус Мессия, Бог Богов. Скажи, скажи этому миру, Иисус Бог Богов, Иисус Царь, Царей, Он Мессия, Он Спаситель, Он Избавитель, Он Твой Искупитель. Скажи, скажи, правоспроси этому миру, Он Бог Богов, Бог Богов, Царь, Царей, Миру и Свет, Иисус Мессия, Бог Богов, Царь, Царей, Миру и Свет, Иисус Мессия, Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем, Руки к небу вознесем, Дух Святой мы всем сердцем ждем. Иисус Бог Богов, Иисус Царь, Царей, Иисус Мессия, Иисус Спаситель, в моей жизни, в моей жизни Иисус Спаситель, Только Он, только Он, только Его кровь, только Его жертва. Спасибо, Господь, спасибо, Господь. Мы провозглашаем по всей земле Иисус Господь. Ты Бог мой Ты Бог мой Буду искать я Тебя всей душой Жажду Тебя я Тобой не освящаюсь И вспоминаю Величие Твое Во все дни мои Буду петь в твову Буду петь в твову Путь вы шиши и сни Твоя милость Буду славить я Руки вознесу И возрадусь в тени крыл Твои. Я смотрел на Тебя, во святилище, видел силу и славу Твою. Пребывал во святилище, видел силу и славу Твою. Видел силу и славу Твою. Может, Бог мой, живет Бог. Ищу Тебя, ищу Тебя, буду искать я. Всей душой, всей душой жажду Тебя, я Тобой насыщаюсь и вспоминаю величие в Тае. Во все дни мои буду петь хвалу Лучше жизни Твоя милость. Буду славить Я. Руки Вас несут и возрадусь в тени крыл Твои. Я смотрел на Тебя, во святилище, ведет силу и славу Твою. Пребывал во святилище, ведет силу Твою. Я смотрел на Тебя, во святилище, ведет силу и славу Твою. Пребывал во святилище, ведет силу и славу Твою. Ведет силу и славу Твою. Я смотрел на Тебя, во святилище, ведет силу и славу Твою. Пребывал во святилище, ведет силу Твою. Я смотрел на Тебя, во святилище, ведет силу и славу Твою. Пребывал во святилище, ведет силу и славу Твою. Ведет силу и славу Твою. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Сила Твоя здесь, слава Твоя здесь. Аллилуйя! Аллилуйя, Господи! Аллилуйя, Господи! Аллилуйя, Господи! Мы продолжаем наше поклонение. Поклонение! Мы поклоняемся Богу сейчас нашими десятинами и приношениями. Откройте, пожалуйста, Библию вместе со мной. Притча, одиннадцатая глава. Притчи, одиннадцать двадцать четыре. Одиннадцать двадцать четыре. Здесь написано так. Иной сиплет щедро, и ему прибавляется. От другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Какой парадокс! Как только я стал верующим, я не понимал этот стих. Я думал, ну как же так? Я с детства знал, слышал. Держи то, что ты имеешь всеми силами, и никому не давай, не отпускай. А здесь написано как раз по-другому. Здесь написано, что тот, кто сверх меры бережлив, беднеет. А кто сыплет щедро, ему прибавляется. Здесь принцип даяния. Дорогие друзья, нам надо хорошо отдавать себе отчет. Даяние – это не то, что Бог открыл. Вот вдруг он думал, ну как же мне какой бы закон придумать? И раз придумал. Нет. Это не просто закон. Даяние – это его сущность. Даятель – это то, кем он является. Это то, кем он является – даятель. И знаете что? Я обращал внимание на то, что Бог многие вещи, о которых мы даже не задумывались, меряет даянием. Судите сами. Любовь. Он меряет любовь даянием. Самый известный, один из самых известных стихов Библии. Ибо так возлюбил Бог мир. Как он его возлюбил? Насколько сильно он его возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Он померил это в этом стихе даянием. Он настолько сильно возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Даянием он меряет благословение. Для людей богатство – это то, сколько у человека есть. А для Бога богатство или благословение – это то, сколько он может отдать. Поэтому в Бытие 12 глава, когда Бог говорил к Авраму и говорил «Я благословлю тебя и возвеличу имя твое настолько сильно, что ты будешь благословением для других». Вот так он меряет благословение. «Настолько сильно благословлю тебя, что ты будешь благословением для других». Это как раз сочетается с тем, что написано в притчах 11 главе, 24 стих. «Не настолько сильно, что ты будешь весьма богат, а настолько я благословлю тебя, что через тебя пойдут благословения на других». Аминь. Аминь. Даяние для Него на самом деле – это смысл жизни. Когда Иисус сюда пришел на землю, Он отдал Себя. Отдал Себя в первую очередь Богу. Отдал Себя ученикам. Отдал Себя людям. И отдал Себя для того, чтобы приобрести тебя ради тебя. И знаете, что еще даяние? Даяние – это приобретение. Когда Иисус отдал Себя, Он приобрел Церковь. Когда Иисус отдал Себя, Он приобрел тебя. Тебя. Когда Иисус обнищал на кресте, отдал все, что у Него было. Он сделал это для того, чтобы ты приобрел богатство и наследие. Когда Он согласился быть наказуемым за тебя, Он приобрел для тебя исцеление. Даяние – это еще и приобретение. И знаешь, если сущность нашего Бога – даяние, а если ты Божий, то это и твоя сущность. Это твоя сущность. Это не какой-то закон, который ты пытаешься выполнить в тот момент, когда ты стал Божьим. Это стало твоей сущностью – быть даятелем. И сегодня ты можешь быть щедрым. Вот как написано в притчах 11 глава. Ты можешь быть сегодня щедрым. Щедрым для того, чтобы проявилась твоя любовь к Богу. Помнишь, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Сегодня ты можешь быть щедрым, чтобы проявить твою любовь. Сегодня ты можешь быть щедрым, чтобы проявить твое благословение, быть благословением для других. И если ты думаешь, слушай, наверное, вот в этот момент я не могу быть благословением для других. Я начну, когда у меня будет, ну, чуть-чуть больше. Дорогой друг, даятель – это то, кто ты есть. Начинай сегодня с этого момента, там, где ты находишься, быть щедрым и быть даятелем. Сегодня ты можешь быть щедрым, чтобы проявить суть жизни. Отдавать и быть даятелем. И сегодня ты можешь быть щедрым, чтобы принять твой урожай. Это принцип даяния. Оно отдает и оно принимает. Аминь. Друзья, возьмите то, что вы приготовили, то, что вы отделили ваши десятины, принесли ваше приношение. Сейчас, сегодня мы будем щедрыми, чтобы наша сущность даятеля сегодня была проявлена. Аминь. Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарим, Господь, за то, что ты даятель. И поэтому ты отдал за нас своего сына. Благодарим, Господь, что ты, будучи даятелем, даешь нам благословение, чтобы мы были благословением для других. Благодарим тебя, Господь, что, когда ты был здесь на земле, ты отдал свою жизнь за нас, чтобы мы сегодня имели эту жизнь, чтобы мы были целостны. И, Господь, сегодня, когда мы чтим тебя десятинами, чтим тебя нашими переношениями, мы верим в урожай, мы верим, Господь, в то, что мы приобретаем, будучи даятелями во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы хотите сделать пожертвования, отдать десятину или пожертвовать на один из особых проектов Церкви, у вас есть несколько способов это сделать. Наличными. Положите пожертвования в специальный мешок, который вам передадут служители. Банковской картой «Фойе». Там вас ждет наш служитель за стойкой с надписью «Электронные пожертвования». На сайте Церкви на странице «Пожертвования». Через систему «Сбербанк Онлайн», набрав в поисковой системе «Благая весть». Если у вас остались вопросы, задайте их служителю на стойке электронных пожертвований. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И я делаю это в послушании Богу и Его Слову Благодаря моему послушанию Божье Слово будет проповедано моему ближайшему окружению И даже до краев земли И многие люди достигнут совершенства в Иисусе Христе Бог пообещал, что Он благословит меня за то Что я с верностью отдаю десятину и пожертвования И я верю, что во всех сферах моей жизни произойдет умножение Верой я сею и верой я принимаю свой урожай Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость За Твою щедрость, за Твою заботу, Господь Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое обеспечение Мы благодарим Тебя за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же И Твоя забота, Господь, она не уменьшилась ни на чуть-чуть, Господь О Своем народе, о Своей семье, Господь И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты восполняешь всякую нужду И, Господь, всякая копейка, Господь, которая была сюда вложена, Господь Она будет приумножена по богатству Своему в нашей жизни В наших семьях Во имя Иисуса Христа Благодарим Тебя, Аллилуйя Мы также благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты заботишься о каждом из нас Ты прежде нашего прошения, Господь, уже все усмотрел Все устроил И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что вместо наших слез Приходит радость, приходит полнота Приходит Твой мир, Господь, Твой шалом, Господь Во все сферы нашей жизни За все Тебе слава и хвала Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь И хочу поприветствовать всех, кто сегодня с нами онлайн И я верю, что у Бога сегодня особенное слово для нас И перед тем, как мы начнем, церковь, я хочу, чтобы мы вместе помолились Отец, я благодарю Тебя за Твое присутствие здесь Прямо здесь Мы благодарим Тебя, Господь Мы благодарим Тебя, Господь Мы благодарим Тебя за Дух Святой Дух Святой, мы признаем, что Ты здесь Что Ты сегодня наш учитель И Господь, мы доверяем Твоим возможностям И мы благодарим Тебя за те планы, которые и Ты имеешь для нас на сегодня И все невероятное, что Ты будешь творить Во имя Иисуса Аминь Сегодня я хочу поговорить с вами об умножении Церковь, я верю, что Божья воля для нас — умножение И финансово И физически И во взаимоотношениях и в мудрости И в разуме Также эмоционально Потому что наш Бог — Бог умножения Он не тот, кто уменьшает, умоляет Он — Господь именно умножения Когда мы читаем Библию Мы видим, что репутация Бога заключается в том, что Он дает умножение И у нас есть небесный счет и понимание о умножении от Господа И мы прочитаем Бытие 30 глава И я хочу прочитать вам несколько строк из этой истории И я хочу, чтобы вы увидели это чудо И как оно произошло Здесь говорится о Якове И также о Лаване Лаван был отцом Рахили А Рахиль была той девушкой, на которой Яков хотел жениться Итак, Яков пришел к Лавану И сказал о том, что он хочет, чтобы Рахиль стала его женой Однако Лаван обманул Якова И вместо того, чтобы дать в жены Рахиль Он сначала отдал ему свою дочь, старшую Лию А Яков по договору работал семь лет для того, чтобы иметь возможность жениться на Рахиль А Лаван его обманул Яков же сказал, я готов еще семь лет работать, но, пожалуйста, отдай мне в жены Рахиль Итак, следующие семь лет Яков работал на Лавана И он смог жениться на Рахиль У Рахиль были проблемы, она долго не могла родить детей Однако через какое-то время все-таки она смогла забеременеть, и ее первого сына звали Иосиф А после того, как Иосиф был рожден Яков тогда уже принял решение, что он возьмет всю свою семью Всех своих сыновей, жен, и пойдет в землю свою Итак, 27 стих 30 главы Где Яков уже сказал о своем желании уйти от Лавана И Лаван ему сказал Пожалуйста, останься О, если я нашел благоволение перед очами твоими Примечаю, что за тебя Господь благословил меня А потом сказал Назначь себе награду от меня, и я дам Уже и до этого Лаван обманывал Якова минимум 10 раз 10 раз он менял зарплату Якова Поэтому, когда Лаван в очередной раз сказал Скажи мне, что тебе дать, и я дам То он просто снова обманывал Якова А Яков сказал ему Ты знаешь, как я служил тебе И каков стал скот твой при мне И Господь благословил тебя из-за меня И в 31 стих Он сказал Лаван сказал Что же мне дать тебе? А Яков сказал Не надо мне давать ничего Но, если только сделаешь мне то, что я скажу То я опять буду пасти и стеречь овец твоих Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих Отдели из него всякий скот с крапинами и пятнами Всякую скотину черную из овец И так же с пятнами и крапинами коз И это будет мне наградой И Лаван подумал И Лаван подумал Да и отлично Потому что черных с крапинами и с пятнами Было совсем немного Ну и конечно он согласился Что именно это пусть и берет Яков Посмотрите 33 стих Яков говорит Будет говорить за меня перед тобою справедливость моя В следующее время Когда придешь посмотреть награду мою Всякое из кост не с крапинами и не с пятнами И из овец не черное Это краденое у тебя У меня И Лаван сказал Отлично Итак, Яков 35 стих И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами И всех коз с крапинами и с пятнами Всех на которых было несколько белого И всех черных овец И отдал на руки сыновьям своим И потом он сказал сыновьям своим Чтобы они забрали всех таких животных И ушли на три дня пути И оставили Якова пасти только полностью белых животных А это были козы и овцы Лавана Церковь, я хочу подчеркнуть Насколько это было чудо Давайте продолжим Итак, и Яков взял На себя ответственность Следить за всеми Белыми овцами и козами Все овцы пятнистые С крапинами Или с пятнами белыми Все они примерно Километров на 35 Были в отдалении От стада, который пас Яков Посмотрите 38 И далее, перед тем, как я прочту Я не знаю, как Яков Каким образом он получил Вот именно это наставление Потому что я вам гарантирую Если вы возьмете овцу Абсолютно белую И если вы перед ней положите дерево С вырезанными, с белыми пятнами Которое тоже Если вы положите ветку с пятнами И будете поить животного И они там будут спариваться Я вам гарантирую Только благодаря тому Что на глазах у овец Будут пятнистые ветки Они точно не должны Родить пятнистых овец Как Как Якову на ум пришла такая идея Как ему это пришло на ум Это же Просто смешно Поставить овцу Пить Поставить овцу, пить И положить туда Просто нарезанные белыми полосками прутья И после этого ожидать Что я стану богатым человеком Если бы он это сделал С пятнистыми овцами И если бы он их Скрещивал с белыми Ну, логично Что и родились бы пятнистые Но Церковь Господь Господь Чудесного плана Яков сделал все, что он мог Трудился на этого человека Двадцать лет И Лаван знал Что Яков праведный человек Его репутация Абсолютно чистая И каким-то образом Он слышал от Бога Что если он Именно так поступит Богатство придет к нему Давайте дальше читать 31 стих 38 стих И положил прутья С нарезкую Перед скотом В водопойных корытах Куда скот приходил И где приходя пить Зачинал перед прутями Итак Скот зачинал перед прутями И тем не менее Рождался скот пестрый С крапинами И пятнами И тогда Яков Ягнят Ставил скот Лицом к пестрому И всему черному скоту Лаванову И держал свои стада особо И не ставил их вместе Со скотом Лавана И 41 стих И Яков клал прутья В корыток Перед глазами скота Чтобы он зачинал Перед прутями Итак Церковь Несколькими главами До этого Яков У Яков У Якова была встреча С Господом И он слышал Голос Божий У него был сон И Господь послал ему Этот сон И сказал ему Что он умножит его Что у него будет Увеличение И умножение Но когда Яков Оказался в ситуации С Лаваном В этой ситуации Когда он работал На Лавана Ничего не выглядело Как то Что у Якова Умножение У него крали Ему лгали Его обманывали И просто Извлекали прибыль От него Но Господь Больше Чем Лаван И церковь Я и вам хочу сказать Если в вашей жизни Был такой Лаван Были обстоятельства Когда кто-то вам лгал Обманывал Крал от вас Просто извлекал от вас Прибыль Господь больше Чем та ситуация Но что Яков сделал И это было Очень сильным Это было Его отношение Его отношение Открыло дверь К тому Чтобы Бог смог Прийти с умножением И самое Могущественное Самое сильное Что может быть В наших руках Чтобы получить Умножение Не позволить Обстоятельствам Которые Вокруг нас Формировать нас Не позволить Себе Огорчиться Не позволить Себе Сдаться Не позволить Себе Хранить И лелеять Своё Разочарование Потому что Бог призвал нас К умножению И когда приходит Момент И лаван Появляется В нашей жизни То это Самая лучшая Возможность Для нас Когда небеса Могут быть Открыты Для нас Когда в этот момент Мы можем Открыть сердце Богу Продолжать Доверять Ему Продолжать Прощать Прощать Того человека И отказаться Повторять То Что делают Они И отказаться От того Чтобы сдаться И отвергнуть То Что Господь Поместил Нам в сердце Понимаете Что было В сердце Якова Потому что Ведь уже Годы назад Сказал Об этом Господь Церковь Когда мы Рождены Свыше Может быть Или может быть Вы еще Ребенок Во Христе Но Господь Призвал Нас К умножению Господь Призвал Нас Всех И всех Тех Кто Сейчас Слушает Онлайн Призвал Нас К большему Чем то Что мы Делаем Сейчас К большему Чем то Что мы Имеем Сейчас Он Призывает Нас Он Призывает Нас К умножению Конечно Не выглядела Ситуация Якова Так Как будто У него Было Умножение Выглядело Так Что вся Власть Была У Лавана И вся Сила Была У него И он Мог Его Всячески Унижать Но Яков Отказался Сдаваться Он Отказался Быть Таким Как Лаван Я хочу Чтобы мы Открыли Римлянам 12 Глава 2 Стих И говорится Не сообразуйтесь С веком Сим Но Преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Чтобы Вам Познавать Что есть Воля Благая Угодная И совершенная Я изучала Особенно Вот это Местописание Где говорится Не сообразуйтесь С веком Сим И здесь Говорится Не позволяйте Миру Заставить Вас Копировать То, что Делает мир Потому что Тот, кто Больше Живет Вас Призыв Призвания Божьей Живет В вас Давайте Посмотрим 2 Петра 1 глава 3 стих И говорится Церковь Вот К чему Мы призваны Не чтобы Мир Формировал Нас Не чтобы Страх Приходил И ударял Нас Или Вот тебе И разочарование Или Вот тебе Горечь Получай Или Вот тебе Отвержение Ребенок Но Мы видим Вот это Чудесное Создание Ребенок Божий С призванием Божьим Помещенным Внутрь Него И конечно Мир Приходит С тем Чтобы Подавлять И Формировать Под себя Менять Но мы Не к этому Призваны Давайте Посмотрим Вот этот Втих Как от Божественной силы Его Даровано Нам Все Потребное Для Жизни И Благочестия Через Познание Призвавшего Нас Славою И Благостью Через Познание Призвавшего К Славе И Благости Вот К чему Мы Призваны Мы Призваны К Славе И Благости Мы Призваны К тому Чтобы Стремиться К Совершенству Это так здорово Стремиться К Совершенству Мы И Также Мы Призваны К Славе Прямо Здесь Так И Написано Прямо Здесь Не Говорится О том Что Мы Пойдем На Небеса Я В Греческом Посмотрела Перевод Мы Призваны Мы Призваны К тому Чтобы Отображать Действия Вдохновленные Небесами И силу Небес Понимаете Яков Он Отказался Быть Сформированным Лаваном Да Он Служил Лавану И В этой Ситуации С Лаваном Он Был Открыт Небесам И Он Проявил Чудодейственную Силу Действия Божьей Церковь Мы Не призваны К тому Чтобы Быть Обычными Делать Простую Рутинную Работу Мы Призваны К тому Чтобы Отображать Действия Вдохновленные Небесами Яков Он Пережил Вот Эту Силу Действия Божьей В своей Жизни И Господь Его Вывел Во-первых Он Его Благословил Он Принес Умножение И Он Его Вывел Из Рук Лавана Нет Яков Не делал Просто Обычную Работу Господь Умножил Дела Рук Его Господь Сделал Его Богатым Человеком Но Это Не потому Что Он Просто Старался Все Делать Хорошо И Правильно Нет Внутри Него Это Жило И Господь Говорит Церковь Каждому Из Нас Господь Хочет Чтобы Мы Познавали Его Чтобы Мы Испытывали Его Чтобы Мы Видели Его Небеса Чудеса Чтобы Мы Возлагали Руки На Больных И Чтобы Могли Видеть Проявление Силы Божьей Прямо На Наших Глазах Нет Это Не Просто Потому Что Люди Стоят На Сцене Нет Это Для Вас Могущественная Сила Божья Живет И Вас У Вас Есть Это Жажда По Нему И Сила Божья Находится В Вас Могущественно Не Просто Делать Обычное И Быть Просто Хорошим Христианином Но Нет Для Того Чтобы Проявлять Великую Силу Божью Которая Может Проявляться Через Нас Церковь Мы Это Видим Прямо Здесь В Писании И Мы Призваны К Этому Вот Именно По Этой Причине Мы Были Рождены Свыше Чтобы Его Сила Могла Проявляться Через Нас Я Думала Сегодня Я Думала Господь Что бы Произошло Если бы Наша Церковь Настолько Возрадовалась О Тебе И О Твоем Присутствии Внутри И До Такой Степени Что Стали Возлагать Руки На Людей В Метро И Начали Молиться За Людей Что Бы Произошло Потому что Сила Тут Это Призваны К Этому Давайте Аудиторию И Мы Все Сидим В Одной Из Самых Красивых Аудиторий Я думаю Что Самые Лучшие Учителя Божьи Приглашаются За эту Кафедру У нас Уже Так Много Совершенного И Это Так Здорово Стремиться К Совершенству Поступать Правильно Но Мы Призваны К Большему Чем Только Это Мы Призваны К Тому Чтобы Наша Жизнь Проистекала Вот Отсюда Джейкоб Heard Something Супернатural И Яков Услышал Нечто Сверхъестественное И Сверхъестественное Произошло Нет Не Естественное И У Якова Были Некоторые Просьбы Конечно Отношения И Якова Могло Быть Другим Он Мог Расстроиться Обидеться Поступать По-другому Но Он Остался На стезе Божьей Но Он Остался На стезе Божьей И Именно Это Бог И Увидел Когда Мы Попадаем В Трудную Ситуацию И Доверяем Богу И Прощаем И Продолжаем Служить Мы Открываем Себя Свою Жизнь Для Действия Небес Для Небесных Вещей Которые Могут Произойти В нашей Жизни Чтобы Мы Могли Слышать Его Потому что Церковь Вот К этому Мы И Призваны Да Мы Призваны К Совершенству Но Мы Также Призваны И К Большему Мы Призваны К Тому Чтобы Увидеть И Испытать Славу Божью В нашей Жизни Когда Мы Смотрим На Историю Якова Его Историю Можно Представить Себе Каково Это Он Служил Служил А Лаван Его Постоянно Обманывал Пожалуйста Дома Прочитайте Эту Историю Он Обманывал Он У него Крал Он Менял Награду Совсем Не Выглядело Что Яков Находится В месте Преуспевания Но Именно В том Месте Где Находился Яков Именно Оттуда Господь И начал Путь Его Преуспевания You Look at Joseph In Prison It Does Not Look Like Increase Совсем Не Выглядело Что Он Преуспевал That Was The Very Place That Increase Was Being Birthed Но Но Это Именно То Место Где Откуда И Зародилось При Успевании Иосифа Когда Мы Думаем Когда Подумаешь Об Иисусе И Когда Подумаешь О том Как Он Висел На Кресте И Даже Представить Себе Каково Это Выглядело И Что Это Представляло Из Себя Это Точно Не Выглядело Как Место Преуспевания Но Это Было Одно Из Величайших Мест Преуспевания Церковь Я Сегодня Хотела Сказать Это Слово Я Хотела Донести Его Потому Что Бог Призвал Нас К Большему Каждый Каждый На Своем Месте Каждый Один Каждая Жизнь Господь Не Призвал Вас Оставаться Там Где Вы Есть Он Призвал Вас К Умножению Каждого На этом Месте Каждого Он Призвал К Изменениям Как Мы Об Этому Знаем Потому Что Написано Что Мы От Славы К Славы Преображаемся В Его Образ То Есть Он Призывает Нас Выше И Поэтому Я хочу Донести Это Слово До Вас И Я Также Хочу Чтобы Вы Подумали Если В Вашей Жизни Уже Есть Такой Лаван Или Вы Находитесь В Ситуации И Вы Понимаете Что У Вас Крадут Вот Это То Самое Место Когда Господь Приходит Чтобы Творить Великие Чудеса Потому Что Бог Величайший И У Него Величайшая Репутация Приносить Умножение Увеличение Умножение Туда Где Кажется Смерть И Это Не Его Воля Для Нас Чтобы Мы Были Поражаемы И Это Не Его Воля Чтобы Мы Только Могли Верить В Естественное Обеспечение Потому Что Яков Не Искал Естественного Обеспечения Он Искал Сверх Естественного Обеспечения И Вы И Я Мы Рожденные Свыше И Мы Также Призваны К этому Чтобы Глаза Наши Были Подняты И Смотрели Не Только На Естественное Что Может Ответить Нашим Нуждам Но Видеть Сверх Естественное И Я Знаю Все Сидящие В Этой Комнате Наверняка Вы Уже Испытывали Сверх Естественное Но До тех пор Пока Последний Вздох Еще У Нас Пока Мы Еще Живы И Господь Пока Мы Живы Хочет Все Еще Сделать Больше Церковь Вот К чему Мы Призваны Мы Призваны К тому Чтобы Наблюдать И И Искать Сверх Естественное Что Произошло Когда Мы Получили Рождение Свыше Ничего Естественного В этом Акте Не Было Это Именно Сверх Естественное Мы Не Просто Овцы Естественные Нет Мы Сверх Естественные О Когда Придет Придет Тот День Когда Мы Увидим Стол Будет Накрыт Мы Увидим Его И Мы Увидим Все Сверх Естественное Мы Увидим Проявление Силы Божьей Церковь Подумайте О той Цене Которую Заплатил Иисус Господь С собой Он Сам Явился На землю И Он Стал Агнцем Божьим Поэтому Мы Не Можем Оставаться Просто Хорошими Христианами Если Мы Знаем Кто Он Знать Его Слышать Его Делать Вещи Которые Сверх Естественные О Иисус Иисус Господь Мы Благодарим Тебя За Твое Присутствие Господь Мы Поднимаем Свои Глаза Господь Мы Смотрим Выше Мы Смотрим Не Только На Естественное И Что Мы Можем Делать Своими Силами Но Но Господь Мы Взираем На То Что Ты Можешь Сделать Отец Благодарю Есть Группа Людей За Которые Я Хочу Особенно Помолиться Может В вашей Жизни Уже Был Такой Лаван Кто-то Кто Предал Вас Кто-то Кто Украл У вас Кому-то Кому Лгали Я Хочу За Вас Помолиться Если Это Вы Пожалуйста Встаньте Хочу За Вас Помолиться Во-первых Я Хочу Во-первых Мы Высвободим И Мы Простим Мы Должны Простить И Двигаться Дальше Отец Отец Мы Прощаем Тех Кто У нас Украл Тех Кто Нам Лгал Тех Кто Нас Обманывал Тех Кто Просто Извлекал Из нас Прибыль Тех Лаван Прямо Сейчас Мы Прощаем И Отец Мы Поднимаем Наши Глаза Чтобы Видеть Выше Господь Ты Призываешь Нас К Умножению Дух Умножения Живет Внутри Нас Ты Призываешь Нас Оставить Заднее И Простираться К тому Что Впереди И Господь Тех Кто Се Стоит Я Провозглашаю Благословение На вас Я Провозглашаю Благоволение В вашу Жизнь Я Провозглашаю Увеличение Умножение В вашу Жизнь Потому что Наш Бог У него Есть Великая Репутация Приносить Умножение В тот момент Когда Выглядит Так Что Приходит Смерть И Прямо Сейчас Твоей Силой И Направлением Твоим Я Говорю Умножение Во имя Иисуса Халлелуя 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 Давайте Еще подождем Господа Еще Две Секунды Потому что Мы Ожидаем Проявление Сверхъестественного Бога Кто-то Среди Вас Вы Пережили Боль И Эта Боль Она Прямо Сейчас Покинет Ваше Тело Просто Покинет Ваше Тело Воздайте Славу Господу Воздайте Славу Господу И Скажите Расскажите О своем Чуде Чудесные люди Я так благодарна за вас Что я могу быть здесь Дорогие друзья Спасибо что были с нами Каждое воскресенье Особенное А следующее воскресенье Будет проповедовать Павел Реннер Не пропустите Присоединяйтесь И у меня для вас Большая новость Программа Измени свой мир Вместе с пастором Рико Реннером Теперь Пять раз в неделю Вы можете смотреть На сайте IGNC.org И на канале Благовести онлайн И так же Не забудьте Ваш подарок Книга месяца От пастора Рико Реннера Скачайте ее На нашем сайте Дорогая церковь Благословений Хорошей вам недели